На часах около полудня. Ближе к обеду интенсивность движения в городе увеличивается, а это значит, что в большом транспортном потоке могут появиться любители приступить к черту закона. И если раньше они могли, что называется, затеряться в толпе, то теперь за ними пристально наблюдает специальный прибор «Автоураган». Проезжая между машинами, он фиксирует номера, проверяет их через базу данных и выводит на монитор информацию о владельце. В случае, если хозяин машины был лишен права управления, на дисплее появляется специальная надпись. Как показывает практика, нарушителей со стажем, приступающих, эту черту закона достаточно. В 2018 году сотрудниками госавтоинспекции привлечено к административной ответственности 6781 водитель, который управлял транспортным средством, не имея права управления. В текущем году цифра 479 водителей привлечено к административной ответственности, из них 79 в городе Бресте. Я напомню меры административного воздействия в отношении водителей, которые садятся за руль, не имея права управления. Первый раз это штрафная санкция в размере от 5 до 20 базов величин. Если же водитель повторно в течение года садится за руль, не имея права управления, то штрафная санкция от 20 до 50 базов величин, также предусмотрен административный арест до 15 суток. В рамках комплексной проверки сотрудники госавтоинспекции проверяли всех автовладельцев, имеющих вопросы с законом. Ведь бывают ситуации, когда владелец автомобиля нарушитель, а за рулем находится другой человек, не имеющий проблем. В таком случае правоохранители напоминают водителям о некоторых нюансах правил дорожного движения. Однако так бывает не всегда. И вот в потоке автомобилей автоураган дает сигнал о том, что по дороге едет нарушитель. Вы что решили, когда вы право управлять? За нетрезвую систему. Считаете свою меру сегодня, если вы сегодня задержали? Ну неправо, конечно неправо. Почему опасны такие водители? Как показывают цифры статистики, многие бесправники – виновники и участники различных дорожно-транспортных происшествий. Именно поэтому за ними особый контроль. В 2018 году по вине водителей, не имеющих права управления, зарегистрирована 51 дорожная авария, в результате которой 10 человек погибло и 55 человек получили травмы различной степени тяжести. Что касается текущего 2019 года, то по вине данной категории зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 4 человека получили травмы. Сегодня приборы автоураган работают во многих городах и районах области. Система считывания сканирует достаточно точно, поэтому прежде, чем сесть за роль, гражданину, не имеющему права управления, нужно задуматься, а стоит ли. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции обращают внимание водителей. Если срок действия документов просрочен, то этот участник дорожного движения также является нарушителем. Будьте внимательны и серьезны в отношении своих прав.